Добрый день. Добрый день, дамы и господа. Я рад приветствовать вас на нашей конференции. Сегодня поговорим о том, как запускать C-Sharp веб-браузере. Наконец-то. Немножко обо мне. Я техлид в компании Terra. Свободно от работы времени я занимаюсь контрибьющением в WebKit. Если кто не знает, WebKit это движок, который используется в Safari. В основном я занят на развитием джаваскриптового движка. Сейчас больше я сфокусирован на развитии WebAssembly в Safari. Также мне очень понравилась тема с WebAssembly. Я думаю, что за WebAssembly большое будущее именно в вебе. И иногда я твичу всякие новости, которые касаются IT, которые мне интересны, всем остальным. Так что можете фолловить меня. И если интересно, как-то со мной связаться, можете через Twitter задавать мне те или иные вопросы. Окей. О чем мы сегодня поговорим? Мы поговорим о связке Microsoft.NET с WebAssembly. Конкретно. Поговорим немножко про JavaScript. Совсем чуть-чуть. Рассмотрим, что такое WebAssembly и ключевые его свойства. Посмотрим, как WebAssembly может работать с C-Sharp. И рассмотрим такой новый, совсем свежий движок Blazor от Microsoft, который позволяет вам запускать C-Sharp-приложения в браузере. Ни для кого не секрет, что в данный момент JavaScript имеет полную монополию при разработке в вебе. То есть даже если вы используете TypeScript, Elm или другие языки, все равно это будет конвертировано в данный момент в JavaScript и запускаться будет JavaScript. На самом деле не всем это нравится. Многим, я бы сказал, даже это очень не нравится. Я скажу, что в основном, когда C-Sharp-разработчикам просят попрограммировать на JavaScript, они пытаются это как можно сильнее избежать. Поэтому появился TypeScript и так далее. Но на самом деле многие не хотят. Почему так получилось? Это мое личное мнение, почему так получилось. Потому что когда JavaScript разрабатывался в 1995 году, веб-страницы выглядели вот так вот. Цель JavaScript была добавить немножко interaction там. То есть взаимодействие с пользователем, немного движения. Ну, оживить эти страницы. И выглядеть JavaScript должен был вот так. Совсем чуть-чуть. Некие вкрапления. Все сложное должно было быть написано на Java. И через специальный протокол, интегрированную в Java веб-страницу. Но в данный момент с помощью JavaScript пытаются писать такие сложные, многокомпонентные приложения. И JavaScript выглядит где-то вот так вот. То есть это простыня минимизированного текста. На самом деле оно очень сложно интегрируется. И, наверное, было много попыток это дело на самом деле исправить. И как бы сегодня я к вам пришел с новым решением, которое позволит вам, как C-Sharp разработчикам, не писать в вебе на JavaScript, а использовать ваш любимый язык C-Sharp. Это решение от Microsoft. Упс. Это старое решение. Это новое решение Blazor, которое основано на WebAssembly. И это решение позволяет вам писать на C-Sharp. Но прежде чем поговорить про Blazor на WebAssembly, я все-таки чуть-чуть краешком задену и расскажу, что такое WebAssembly. Потому что нужно все-таки понимать, на чем это будет базироваться, это решение Blazor. Что такое WebAssembly? На самом деле WebAssembly – это новое направление в вебе, которое позволит использовать разные языки, в том числе и C-Sharp для разработки под веб. Оно очень-очень новое. О том, что будут так развивать WebAssembly, сказали в 2015 году. Но очень важный момент, что WebAssembly будет поддерживаться всеми основными браузерами, то есть Edge, Safari, Chrome, Firefox. Все они уже сейчас поддерживают WebAssembly. Разрабатывается это как часть стандарта веба. То есть это не будет какое-то кастомное решение. И все, в принципе, кто называет себя браузером и поддерживает V3VC, должны будут следовать этому стандарту. Но еще добавлю, что это очень-очень все-таки свежая вещь. Сама спецификация, даже не спецификация, а драфт-спецификация, была опубликована два месяца назад. И буквально на этой неделе проходил этот митинг под крылом V3VC, в котором обсуждалась эта спека, чтобы сделать из драфта настоящую спецификацию. Но что же такое WebAssembly? На самом деле, WebAssembly – это довольно-таки простая вещь. Ну, если коротко, как они описали, это безопасный, портируемый, низкоуровневый формат, который специально спроектирован для того, чтобы он быстро выполнялся и занимал очень мало места, так как мы работаем в вебе, и нам нужно очень быстро и маленькие объемы передавать. Ну, а какие… Как это работает? Допустим, у вас такой вот C-код, или это точно так же этот код будет выглядеть на C-шарпе, или эта же функция, написанная на Rusty, она будет трансформироваться вот в такой S-экспреш. На самом деле, вам, как C-шарп-девелоперам, знать, как вот эта вот вещь работает, не надо, но вам нужно знать, что она всегда компилируется в S-экспрешен, потому что этой вещи будет работать там полпроцента всех девелоперов, которые вообще не будут знать. Она называется VAT, ну, на самом деле, вам просто надо знать, что она есть. А потом вот этот S-экспрешен будет компилироваться в байт-код специально для того, чтобы очень быстро его передать, чтобы сам файл в веб-ассамбле занимал очень мало места. Как же это будет работать? Вот все в комплексе. Вы, как девелопер, допустим, пишите на C, на C-шарпе такую вот функцию, потом ее компилируете в AS-модуль, и в AS-модуль, как часть вашего веб-приложения, будет зарележена на веб-сервере, ну, то есть выложена на веб-сервере. И уже браузер, когда загружает приложение, веб-приложение, подтягивает в AS-модуль и его запускает. Посмотрим на основные, такие ключевые возможности веб-ассамбле. Первое, самая очень важная вещь, это быстрая валидация, или там называют быстрый парсинг. Почему это важно? Потому что в вебе вот эти вот задержки, когда большие сложные приложения, они очень пользователей пугают. И иногда пользователь открывает приложение, он долго там парсится до того, прежде чем, как начать выполняться. Пользователь пугается, непонятно, что происходит, там закрывает страницу и все так далее. Чтобы такого не было, вот сделан специальный quick validation подход. Допустим, я скажу, почему это важно. На самом деле, насколько я знаю, в Facebook две команды работают над ускорением парсинга JavaScript. В Firefox отдельная команда занимается развитием ускорения парсинга. То есть это на самом деле для веба очень важная вещь. Те, кто работают на сервере, ну, это им не критично, потому что парсится все очень быстро. Как это работает? Ну, все это работает, решено быстро вализировать с помощью S-Expressions. Я очень коротко расскажу, как это выглядит. Допустим, вот эта вот функция превратится в такой S-Expressions. Самое главное здесь body, ну и то, что нам на вход приходит параметр $0. Вот. возьмем тело этой функции и рассмотрим, как она работает. То есть само S-Expressions работает как стэк-машина. То есть мы все значения, которые мы собираемся использовать, или помещаем стэк в машину, или другой операции вынимаем, модифицируем и тоже возвращаем в стэк-машину. Допустим, берем значение из первого параметра, помещаем его в стэк. Теперь берем константу 10, тоже помещаем стэк. Теперь, когда, в тот момент, когда нам нужно выполнить умножение, мы вынимаем два значения, потому что умножение требует два значения, которые должны влечить. Выполняем операцию и обратно возвращаем стэк. Допустим, у нас прошло много операций. В конце, перед тем, как вернуть значение из функции, мы смотрим в стэк. Окей, в стэке у нас одно значение, мы его возвращаем. Если же в стэке или нет значений, или значений больше, чем одно, значит, валидация прошла неуспешно. Мы просто прерываем валидацию. За счет этого очень ускоряется процесс парсинга. Второе, очень важная вещь, стриминг API. Что это нам дает? Это нам дает, позволяет начать парсить, парсить WebSM модуль, как только нам пришел первый пакет с WebAssembly. То есть, не тот момент, когда мы полностью загрузили все WebAssembly, а только, когда пришел первая часть этого файла. Допустим, мы начинаем отдавать какой-то модуль. Он считывается нашим движком. Дальше запускается thread, который будет выполнять парсинг. И мы начинаем парсить первые, два, три чанка, так называемые. В этот момент парсинга новые пришедшие пакеты тоже будут дальше допарсиваться. И парсинг будет начинаться с того момента, где мы в прошлый раз остановились. Самое прикольное, что это очень легко параллелится. То есть, если у вас три, четыре, пять ядер на вашем мобильном устройстве или на вашем компьютере, параллельно эти ядра могут быть заняты тем, что будет парситься каждый вас модуль отдельно. Что еще? Очень важно. В данный момент WebAssembly не поддерживает garbage collector. Почему это сделано? Потому что в первую очередь хотели WebAssembly сделать как можно быстрее предоставить так называемый MVP, most valuable product. То есть, сделать его как можно быстрее проверить, реально ли это, рабочий подход. Потому что уже было очень много попыток решить эту проблему. То есть, первая версия была выпущена без garbage collector. Есть уже спецификации, которые позволят WebAssembly поддержать garbage collector. Но к чему это приводит? На самом деле, вот такой вот печальки. То есть, WebAssembly в данный момент поддерживает всего 4 примитивных типа. 2 интегра 32.64 и 2 флота тоже самое 32.64. Все множество объектов, строк, я не знаю, массивов мы все должны выразить через эти 4 примитивных типа. Какие еще проблемы? Ну, не проблемы, а ограничения. В данный момент само WebAssembly не может доступаться к дому или к функциям браузера. Почему это? Потому что, собственно, нет garbage collector. Потому что, если вы вытащили объект из дома, вы его забрали в WebAssembly, вы его там будете хранить, вы не можете его потом почистить и, в принципе, вы не знаете, что с ним делать, потому что вы его забрали и вы не знаете, работает он дальше или нет с ним работать. Но, но, из WebAssembly мы можем доступаться к любой JavaScript функции и можем как из WebAssembly запускать функции, так и из JavaScript запускать функции, которые выполнены в WebAssembly. Главное, чтобы мы четко указали в самом WebAssembly, заимпортили вот такой перечень JavaScript функций и наоборот. Или если мы хотим их использовать в JavaScript, мы говорим, вот на экспорт такой перечень функций, пожалуйста, используйте. что WebAssembly принесет в Web? Ну, самое главное, ожидаясь, что он принесет высокую производительность, потому что JavaScript, ну, развитие JavaScript было очень нелегким и в данный момент, даже если вы какой-то JavaScript метод очень круто оптимизируете под V8, если вы его запустите в Safari или, не знаю, в Edge или в Firefox, он будет гораздо медленнее работать. Оптимизация там очень-очень сложная. Также он добавит новые языки. Сейчас просто, не знаю, около 20 десятков новых языков, не новых языков, языков, которые говорят, что они поддерживают WebAssembly. Сейчас это вот C-Sharp, Rust, Plusy, что там еще, Go, BrainFuck и другие языки. Все они начинают поддерживать WebAssembly. Но еще один важный момент, что так как мы будем поддерживать C++, у нас в Web появится очень много библиотек, которые раньше были только поставлялись только с самим браузером. Все их можно будет переписывать на WebAssembly и поставлять как часть нашего приложения. Как пример, допустим, все эти видеокодеки, они поставляются вместе с браузером. Через некоторое время их можно будет компилить в WebAssembly, поставлять с вашим приложением и вы будете не будете зависеть от браузера. Окей, поговорим теперь про WebAssembly и как работать с C-Sharp. В данный момент появилось несколько направлений в и второе отдельная ветвь, которая независимо от первого направления развивается. Там две разные идеи есть на полагающие. Если сейчас в моно, они делают через JIT компиляцию, то есть у нас есть моно и потом приходят длки, которые выполняются. Второе направление будет позволять наш с билджины на C-Sharp код сразу делать как в WebAssembly. Также есть два направления в CoreRT. Первое это основной CoreRT и его отделение. У них тоже два таких направления. Один как JIT работает, второй будет как работать АОТ, так называемый, то есть когда мы компилим сразу в WebAssembly нашу дл. Теперь поговорим про .NET фреймворки, которые базируются уже на этих рантайм машинах. Ну, самый мне приятный, самый интересный для меня это Blazor. Второй Xamarin.Forms они тоже уже делают, но они используют немного другой подход. Если мы говорим про Blazor, то он реализует, он отдает на выход HTML с CSS, то Xamarin.Forms использует Canvas и на Canvas отрисовывает XAML, которым мы описываем наше видеороленое представление. И один из подходов это черпати компонента называемая Noises GUI, которая это платная компонента сразу скажу. Они давно научились с помощью XAML и на Canvas отображать код, написанный на C Sharp и XAML. Но сейчас они переписали это тоже под WebAssembly. Вот сейчас в данный момент три основных направления, которые позволяют вам уже сейчас делать приложения на C Sharp и запускать и запускать в браузер, используя WebAssembly. Одну секундочку. Теперь поговорим про Blazer и про его основные фикции. Что он должен нам принести? Самое важное, что с помощью Blazer мы скоро научимся, не научимся, мы будем создавать Single Page Application. Это очень важно. То есть нам не нужен будет ни Angular, ни React, ни Vue, ни Backbone. Нам нужно будет только C Sharp и Blazer. Все, все, что нам нужно будет. Ничего лишнего. Второе, ну, приятный момент для всех вас, для всех нас и для общего комьюнити .NET девелоперов и F Sharp девелоперов в том числе. Это то, что мы сможем использовать C Sharp для разработки этого приложения. Не какой-то непонятный язык. Так. Третья вещь. Он имеет свой, как так называемый Shadow DOM. Это тот подход, который, в принципе, использовался в React. То есть мы, когда отдаем страницу, мы не отдаем всю целиком страницу, мы отдаем только ту часть, которая поменялась с помощью там специального механизма мы обновляем эту часть. То есть это важно, когда у нас очень большое приложение состоит из нескольких маленьких или там больших компонент и нам не нужно перерендерировать всю страницу. Потому что, в принципе, дом, довольно-таки медленная операция. Поэтому пытаются избежать взаимодействия с домом, оставить это на самый последний момент. И сделать не обновление дома там по каждому элементу, а так называемый бач-операцией, групповой операцией. Ну и третье. У нас будет здесь одна и та же, один тот же кодбейс и для фронта, и для бека. И мы сможем переиспользовать все наши любимые библиотеки. Ну и не все. надеюсь, что множество из них как на фронте, так и на беке. Если говорить про сам Blazer, то очень новая технология. О ней заговорили, ну в первый раз о ней, о концепции этого Blazer сказали буквально меньше, чем год назад. Была Nordic Developer Conference, и Стив Саундер объявил, что они вот в Майкрософте, маленькая группа людей, начала развивать эту вещь. его главный как бы девиз принести в C-Sharp веб. Если говорить про самоназвание Blazer, то идея какая? Это соединили два слова. Старый движок Razer, который в принципе использовался в ISP на этом VC, я не знаю, кто-то застал или нет, плюс браузер. То есть это позволит запускать Razer-движок в браузере. Главная идея. В самом начале когда начали развивать эту идею, а еще не было Mono, которая компиливалась в WebAssembly, тогда использовали очень-очень-очень старую библиотеку .NET Anywhere, она очень старая, больше 6 или 7 лет, которая позволяла в тот момент, когда написалась, она позволяла или компилить C-Sharp, очень ограниченный кусок C-Sharp в C или в JavaScript. Ее там допилили, ребята, и позволили с помощью нее компилить в WebAssembly. В принципе, в конце прошлого года, где-то в ноябре, в декабре, они сказали, что мы уже, точнее, они сказали, что Mono сказал, что они выпустили свой движок, который позволяет запускать .NET стандарт библиотеки C-Sharp в браузере, в браузере. И ребята переписали в команде Blazor полностью на WebAssembly. Сейчас выпущенная версия, версия первой Blazor, которую выпустили, она была выпущена в середине марта, то есть меньше месяца назад на самом деле. Ее первая версия 0.1.0. Как вы понимаете, это не Production Ready библиотека, но уже сейчас можно смотреть в то направление, куда Microsoft будет двигать свои движки, которые будут позволять вам создавать Single Page Application в Web. Ну и самое главное, это не Silverlight, это не новый Silverlight. Я скажу, почему это не новый Silverlight. По двум причинам. Первое, потому что Blazor вам отдает HTML и CSS в отличие от Silverlight. Второе, то что Blazor основан полностью на веб-технологиях, которые поддерживаются в Web3VC, в отличие от Silverlight, который основывался полностью на своем плагине External Company. То есть веб будет поддерживать WebAssembly, а сам Blazor основан на WebAssembly. Поэтому это не умрет в какой-то момент, потому что все браузеры откажутся поддерживать Silverlight. Ну и поговорим, как это на самом деле работает. Работает это все просто. Вы как девелоперы создаете некую страничку, загружается все это в веб, самое главное загружается MonoVasem, и потом она знает, какие нужно ему подгрузить DLL-ки. Все эти DLL-ки скомпилированы в стандарте NetStandard 2.0. То есть вы можете просто открыть их там, не знаю, рефлектором и посмотреть. Это обычные DLL-ки. Он их закачивает с сервера и с помощью Just-in-time компиляции он их компилит и интерпретирует. Если говорить про сам Blazor, то как он работает? Он состоит из в принципе трех частей. Первый это Core, который написан на C-Sharp и двух небольших модулей. Один предназначен для того, чтобы апдейтить наш HTML-CSS в самом браузере. Второй отвечает за взаимодействие между ивентами и браузером и нашим приложением. То есть он пробрасывает все ивенты, за которыми мы следим из браузера в наше приложение. Ну и наоборот. Также он позволяет реализовать допустим вызовы из браузера, ну не из браузера, из JavaScript, наших каких-то C-Sharp функций. И наоборот, этот кусочек позволяет это делать. Ну и если говорить про наше приложение, то оно обычно состоит из двух, точнее из трех частей. Первое это некие ассеты, допустим там bootstrap CSS, который мы отдаем браузер, чтобы красиво быстро рендерить нашу страницу. Потом набора вьюшек, то есть которые используются Razer для генерации HTML, ну и просто самописные C-Sharp модули, которые нам нужны для тех или иных операций. Если говорить про ключевые возможности Blazer, первое, он состоит только из компонент, визуальных компонентов, это самое главное. То есть он очень близок к тому подходу, который использовал React. Если взять React в самом начале, который был, это была именно библиотека для рендеринга HTML страниц, HTML view. Второе, он поддерживает роутинг. Это очень важно, потому что в принципе это тот элемент, который позволяет тем или иным образом управлять нашим юзер интерфейсом. Третий момент, байндинг, то есть это реализует нам механизм, как отображать те или иные данные на странице, ну и следить за изменениями этих данных страницы и реагировать на их. Третий момент, здесь к счастью поддерживаем dependency injection, то есть макарошек так сказать их там не должно быть, все должно быть чистенько и красивенько. Ну и естественно у нас должно быть поддержано HTTP колы, чтобы мы из самого Blazor приложения могли сделать запросы к нашим данным. Есть JavaScript интероп, чтобы тем или иным образом действовать с браузером, ну и то, что нам нужно, когда мы работаем с E11, а многие к счастью или к сожалению должны поддерживать эту платформу с помощью ASM.js мы можем поддержать более старые браузеры. Как, из чего состоит компонента и как она выглядит. Компоненты обычно это csh-stimile файл, который потом будет сгенерирован C-Sharp модуль. Они бывают как мастер-пейдж, куда мы должны описать, как будет выглядеть вся страница. Ну и ризу был компоненты, которые мы можем вставлять как в мастер-пейдж, так и в другие компоненты. Также я говорил про Shadow DOM, который позволяет нам апдейтить эти страницы. Ну и самое важное, что если вам не нравится этот csh-stimile, вы можете его просто выкинуть и реализовать полностью на C-Sharp свою компоненту и управлять им отображением. Что еще важно? Ну, есть еще некие ивенты, которые позволяют управлять циклом и реагировать на те или именно циклы создания и удаления нашей страницы. Я о них вообще говорить не буду, скажу, что есть там он и нет, потому что фреймворк очень новый, и я думаю, что к тому времени, когда вы будете писать уже приложение на продакшн, эти все ивенты, они все поменяются. Вот. Так вот выглядит стандартный Blazor компонента. Что здесь важно? Первое, то, что он будет сгенерирован полностью вот такой C-Sharp код. Самое главное, что она 100% будет отнаследована всегда от Blazor компонент главного элемента. Второе, у нее всегда будет BuildRender3 метод, всегда, который содержит последовательность, как мы будем этот дом создавать. Вот как вот здесь написаны эти компоненты, точно так же оно будет шаг за шагом их добавлять в ваше дерево. Все это необходимо для чего? Для того, чтобы красиво и правильно сгенерить ShadowDome, а потом быстро обновить компоненту визуальную. второе, всегда, если мы говорим про MasterPage, всегда будет реализован интерфейс и к нему методы, которые нужны для реализации. Как вы видите, это все отображено в C-Sharp модуле. Следующее, если мы говорим про MasterPage, то мы должны сказать, что это у нас будет body, куда мы будем вставлять все остальные страницы при переходе с одного роута на другой. вот как он реализуется. Ну и навменю, в данном случае это какая-то reusable компонента, самое главное, она тоже будет отображена в нашем render3. Если говорить про роутинг, он реализуется очень просто. То есть, это вот такой вот собачка page и имя пути, которое мы будем отображать. Это все генерируется вот в такой property, то есть, все очень просто. В данный момент здесь реализован очень-очень простой роутинг без многих фич, но в данный момент они создали уже более продвинутый роутинг, сейчас они его так сказать дотешивают и в скором времени он будет частью Blazor. Если говорить про бендинг, здесь поддерживается one-way и two-way бендинг. Допустим, у нас есть property in current и к нему current count и к нему есть метод, который позволяет изменять значение, то как это будет работать? Такой вот код для него сгенерируется в C-Sharp и вот так вот мы просто его забайндим внутри нашей HTML-страницы. Для этого будет сгенерирован такой C-Sharp код в нашем модуле. Все очень просто, никакой на самом деле магии здесь нет. Если нам нужен two-way бендинг, все делается это очень просто. Просто пишем собачка bind, передаем имя property, на котором мы собираемся бендить и собственно все остальное за нас сделает C-Sharp код. Будет сгенерирован такой C-Sharp код, здесь в принципе самое главное, что вот этот метод this render3, b, почерк-почерк, 0,0,0,0. На самом деле это автогенерируемый код, который генерирует C-Sharp, на самом деле это setter. Все остальное здесь очень просто. Мы передаем имя property и говорим set value. из-за нас начинает в JavaScript для этого метода будет сгенерирован event listener, который будет отслеживать изменения. И я еще добавлю на самом деле не биндинг, но как нам реагировали на те или иные операции, там на нажатие кнопки и так далее. Просто пишем собачка и имя ивента, за которым мы следим. И на вход ему передаем имя метода, который должен быть вызван в момент нажатия на кнопки и так далее. Для него вывозится вот такой простой метод, где the discount это ссылка на функцию, которая должна быть вызвана при наступлении того или иного момента. Окей, dependency injection я уже сказал, он поддерживает. Реализуется очень просто. Пишем собачка inject и имя класса и имя property, который будет заинжекшен в наше приложение. Все, это будет сгенерирован такой простой код, все его знают, кто работал с dependency injection, то есть ничего сложного в этом нет. Если нам нужно потом сделать вызов в HTTP call, мы заинжектили HTTP, вот такой простой вызов, как видите, мы здесь используем асинки, таски и так далее. Все очень знакомо. Окей, есть небольшая сложность в том, как взаимодействовать с джаваскриптом из C-Sharp. То есть я специально выделил это в отдельные слайды, потому что на самом деле это не так тривиально, как хотелось бы в данный момент. То есть если нам нужно вызвать какую-то джаваскриптовую функцию из C-Sharp, в первую очередь нам ее нужно зарегистрировать под определенным именем внутри джаваскрипта, ну, а потом вот таким образом вызвать. На вход передаем метод invoke метод функции. Второе, что мы туда передаем параметры. Мы можем передавать как строка в данном случае, так и объект. к счастью, за нас все сделает Blazor, если вы передадите туда как он называется, аноним type, аноним type, то он за вас его засерилизует, когда вызовет вашу джаваскриптовую функцию, он сделает deserialize, и на вход вы получите реальный объект, который вам нужен. Очень важно, чтобы типы, которые вы возвращаете из функции с джаваскриптовой совпадали с типом, который вы ожидаете в invoke. То есть, если вы возвращаете Boolean, то обязательно это должно быть учтено при invoke, потому что при вызове он скажет не могу закастить тип и просто свалится. Но еще сложнее нам вызывать C-sharp функции с джаваскрипта. Допустим, нам нужно вызвать функцию log каким-то образом в нашем джаваскрипте для чего? Ну, не знаю, по set timeout что-то менять в нашем приложении. Как это будет выглядеть? Это будет выглядеть на самом деле очень сложно и состоять из нескольких степов. Первый степ вы должны будете найти этот метод в вашем C-sharp модуле. Вы туда передаете имя либо, потом namespace, передаете имя класса и функцию, которую вы собираетесь вызвать. Следующий шаг это сам вызов этой функции. Тоже непростой. Первый передаете сам этот метод. Второе вы все типы должны преобразовать с помощью таких методов. Почему это сделано? Как я говорил, мы поддерживаем в данный момент только 4 типа веб-ассамбле. Два интеджера и два флоуатор. Вот это занимается тем, чтобы перегнать эту строку в некий контент, который может быть потом действия реализован внутри нашего Blazor приложения. И когда мы получили результат, то же самое. Мы не можем использовать напрямую значение, которое пришло оттуда. Мы его должны сначала достать, потому что оттуда придет обычно какое-то число. Это будет указатель на памяти, где хранится назначение. И этим методом мы сможем получить реально, что вернул функции. В данный момент Blazor не поддерживает передачу объектов в C-Sharp код. То есть вы не можете передать никакой объект. Чтобы его передать, вам нужно его сначала сериализовать в вашем JavaScript коде, а потом сериализовать уже у вас внутри приложение. Также в данный момент поддерживаются только 4 параметра. Вот здесь платформа .NET может быть написана только 4 раза, к сожалению. Это ограничение наложено с Mono. Я думаю через некоторое время с развития WebAssembly и Mono от этого ограничения они уйдут. Несмотря на то, что Blazor очень новый фреймворк, буквально ему не знаю сколько меньше месяца в той версии уже появился к нему Redux фреймворк. Если говорить о том, что если у нас Blazor это часть, которая отвечает за отображение данных, то Redux нам позволит управлять этими данными и организовать некий флоу, который будет позволять обновлять эти данные. И уже появились статьи и наработки как связать в единое приложение наш Blazor компонент визуальный и сервисы написаны на Spinet Core и под низом которого будет Entity Framework. Окей, как же вам начать работать с Blazor? Самое первое отличная статья здесь степ бай степ написано что как поставить никаких шагов влево вправо четко написано очень классно очень четко инструкция второе очень классный ресурс где learn Blazor там где полностью описан все составляющие Blazor все основные компоненты заходите читаете очень приятно написано ну и подведем некий итог самое главное к сожалению скажу WebAssembly это развивающаяся технология то есть она в данный момент вот прямо сейчас она развивается то есть она будет приведет к тому что некоторые вещи которые мы используем в WebAssembly будут меняться и добавляться это поведет приведет к различным изменениям в том же Blazor или другим компонентам такие как Mono второе Blazor на ранних стадиях развития это очень свежий продукт который к сожалению нельзя использовать в продакшен рэди компонентах но уже сейчас вы можете с ним играться и уже сейчас можете контрибьютить не знаю внести в свой вклад развития этой технологии второе на мой взгляд это одна из самых многообещающих технологий которые касаются именно веба как веба как браузерных технологий которые идут от Microsoft в данный момент ну и третье есть небольшой момент так как сейчас используется JIT компиляция сами пакеты которые отдаются на сервер они очень большие если мы говорим про OpenWeb то они очень большие для него это больше 2 мегабайт это чтобы сделать hello world если говорить для Enterprise ну для них можно 2 мегабайта это ничего перегнать по по сети но если говорить про OpenWeb это очень сложно в ближайшем времени когда они перейдут с с этого подхода когда они отдают чистые DLL к тому подходу когда они будут билдить уже непосредственно все DLL кин dotnet стандарта в вас ожидается что в 3-4 раза объем передаваемых библиотек сократится какие ресурсы можно почитать если вам интересно про WB про Blazer самое главное ну этот сайт LearnBlazer там все все новости про Blazer появляются в первую очередь дам второе если вам интересно как это сделано внутри заходите на github смотрите это полностью open source проект ничего закрытого там нет смотрите как устроено задаете вопросы ну или сами что-то туда contribute 3 есть gitter он очень активно там все отвечают многие задают вопросы и всегда получают ответы потому что я так понимаю Microsoft есть отдельная тема которая этим занимается и следит за развитием этого направления блок Steven Sanders наверное мы многие о нем слышали о этом девелопере в Microsoft он первое если что-то появляется в Blazer обычно он публикует это у себя ну если уже интересно сама тема WebAssembly вот вот есть сайт на котором все AWB Assemble написано ну и есть github в котором перечислены и все новые спецификации которые появляются к WebAssemble они появляются именно там спасибо за внимание вопроса Ого не ожидал У меня есть вопрос по одному из первых слайдов про переваги WebAssemble там ушлось три пункти это перформанс другая это новые языки new languages and varieties of leaves у меня по тим двом пунктам которые другим и третьим у меня есть вопрос в принципе это все уже в JavaScript есть много транспайлеров например из F-Sharp в JavaScript и много библиотек уже написано по первому пункту все все понятно какие такие переваги по второму и третьему пункту от того что уже есть по поводу давайте сразу третий вы никогда не напишете свой видеокодек на JavaScript ну никогда почему у нас все видеокодеки там у Safari один у Chrome другой они написаны на C на плюсах потому что очень высокая математика это вы никогда не напишите ожидается что будут их писать на WB никто не будет писать это будет не частью в части браузера второе по поводу сейчас у меня было перформансы new languages очень многим не нравится преобразовывать язык в JavaScript то есть если вы пишете на плюсах или на F Sharp очень не нравится тем людям которые занимаются компилятором то что получается на выходе то что получается на выходе вот этот JavaScript он работает очень медленно и вы убираете очень много возможностей которые вы можете использовать в вебе потому что вы используете JavaScript сейчас в MBS должно заменить то есть вы не будете компилировать промежуточный JavaScript 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 нужен для своей цели и не нужно его использовать там где он не нужен то есть он не предназначен для того чтобы реализовывать ну быть как называется бэкэндом в языке то есть он не должен выполнять за веб или за движок то есть это дополнительный уровень абстракции который очень мешает если мы хотим реализовывать очень хорошее быстрое приложение вот поэтому цель его написать не на JavaScript а на новых языках и новых DLL выкористовывать на эти плюс-плюс в данном моменте по крайней мере в Blazor у них в Mono заимплеменчен свой garbage collector у них своя имплементация garbage collector дякую дякую то есть каждый в данный момент каждый собственно платформа реализует по-своему garbage collector если он ей нужен допустим там есть EMCC компилятор который компилит C в JavaScript у них свои есть методы которые импортятся в WebAssembly которые позволяют выделять алоцировать память идея алоцировать у меня таки выражение что WebAssembly запустится на микроконтроллерах в браузере ну посмотрим можно еще вопрос расскажите как выглядит я здесь а сори как выглядит дебаг этого дела никак хорошая вопрос да никак да это большая проблема я к сожалению упустил наверное об этом сказать да в данный момент нет дебага то есть вы не из Visual Studio не можете нормально продебажить ни WebAssembly не можете даже написанные не на там не на Blazer а на других фреймворках под WebAssembly если сейчас только допустим дебаг поддерживается в Firefox и вы будете дебажить вот это это безумие да да вот это безумие пишется спека по дебагу и пишется спека по source мапам и когда ваш код C Sharp допустим написаны будет компилироваться ну source мапа я не знаю знаете этот подход будет source мапа она будет подгружаться и вы будете дебажить уже непосредственно этот код сейчас этого нет к сожалению но это большая проблема если большой комплекс на приложение так и надо вам придется таки что-то подебажить к сожалению сейчас нельзя спасибо вы сказали для поддержки старых браузеров нужно использовать SMGS за счет чего ну как происходит поддержка собственно первое спасибо спасибо за вопрос поддержка основана на самом деле на моно когда моно мы моно сам билдит и в SMGS или в WebAssembly модуль и она сама там выбирает это будет использоваться SMGS или будет использоваться WebAssembly а все остальное остается точно так же это вся библиотека ну все это .NET стандарт библиотеки и наш Blazor модуль по поводу того какие браузеры используют насколько я знаю SMGS поддерживается Firefox и Internet Explorer 11 то есть эти браузеры я не говорю про 10 и ниже ну сори к ним нельзя будет но по крайней мере Internet Explorer 11 насколько я знаю поддерживает не WebAssembly а SMGS поэтому вы там сможете это запускать и и и и Продолжение следует...